Перед встречей с ними лицом к лицу многие долго думают, а кто-то так и не решается на визит. В следующем сюжете речь пойдет о профессии стоматолога. Сегодня эти специалисты отмечают свой профессиональный праздник. С одним из них, стоматологом-терапевтом Егором Старостиным, мы познакомим вас поближе и расскажем, почему же визит к зубному доктору лучше не откладывать. Ой, 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 бедные мои зубки. Чтобы не довести себя до подобного состояния, специалист Егор Старостин советует при первых же симптомах обращаться к стоматологу. Сегодня созданы все условия для проведения безболезненного лечения. Быстро и даже приятно отмечает врач, который уже шестой год помогает людям обрести красивую улыбку. Они боятся, перетерпливают боль и приходят, когда уже, скажем так, не то что поздно, но уже требуют достаточно больших манипуляций и вмешательств. А если бы все приходили, когда только начинают болеть, а еще лучше с профилактической целью раз в полгода, то тогда мы бы спасли намного больше зубов. Женщины в плане обращения к стоматологу более ответственны, говорит специалист. Мужчины же терпят, пьют обезболивающее. Но бояться не стоит. В клиниках есть современное оборудование, препараты и 3D-сканер, позволяющий увидеть состояние зуба со всех сторон. Во-первых, это можно все посмотреть, как это все происходит, потому что боясь чаще всего, так как я детский стоматолог, у детей, это потому что они не знают, взрослые помнят свой плохой опыт из детства. На вопрос, какой вы видите стоматологию через 10 лет, специалист отвечает, что серьезно вперед шагнет имплантация зубов. Но профессия стоматолога-терапевта не потеряет своей актуальности. Все-таки среди даже стоматологов есть такая разная поговорка, то есть лучше свой кривой, чем имплант. Лучше бороться до конца, до своей зубы. Они все равно будут лучше вам служить, чем любые современные, пока во всем случае технологии. Как правило, врач принимает в день 5-6 человек. Важно не количество, а качество лечения. Рабочие дни стоматологов не похожи один на другой. Ведь каждый раз приходится сталкиваться с разными ситуациями, отмечает Егор Старостин. Главное – стать своему пациенту хорошим другом. Ландыш Капранова, Дмитрий Кравченко, Челны, 24.